Утром пятницы на пересечении улиц Трёхгорной и Совхозной автолюбительница поехала на красный свет и врезалась в грузовик. По словам шофёра «Вольво», после сильного удара 45-летняя хабаровчанка вылетела из машины через ветровое стекло, поскольку не была пристёгнута. Перед отъездом в больницу женщина успела сказать, что возвращалась домой после ночного дежурства. На «Субару Плео» она ехала по улице Совхозной в направлении Берёзовки. Водитель-экспедитор, попавший под удар, двигался по улице Трёхгорной в сторону аэропорта. Мужчина направлялся в Уссурийск за грузом. 33-летний шофёр рассказал, что ехал на зелёный свет и внезапно увидел приближающийся справа миниатюрный автомобиль. Предотвратить удар шофёр уже был не в силах. Девушка ехала на красный сигнал светофора. Увидел, что вышло и ДТП было не избежать. Она откуда ехала? Отсюда. Прямо тоже? Да. А вы её когда заметили? На середине перекрёстка уже, что она движется. Вот как это было. Шофёр грузовика едет по полосе, предназначенной для движения прямо, и пересекает стоп-линию на зелёный свет. Когда водитель оказывается на середине перекрёстка, справа появляется миниатюрный автомобиль. Субару врезается в правую сторону Вольво, в задние колёса полуприцепа. Удар был почти неощутим для фуры, но оказался очень сильным для маленького Плео. Хэтчбек оказался сильно повреждён. Половина моторного отсека оказалась наружу, а капот был смят, как фольга. При ударе малолитражка крутанулась волчком, автомобилистка вылетела из салона машины. Она оставалась в сознании, но на одежде и голове у неё имелись следы крови. Медики увезли пострадавшую в больницу. Насколько тяжело ранена автолюбительница, устанавливается. Вероятнее всего, женщина, получившая право больше десяти лет назад, поехала прямо из-за недоразумения, вызванного рассеянностью из-за усталости. Похоже, за разрешающий движение сигнал светофора она приняла включение дополнительной секции для поворота направо. Такие ситуации на этом перекрёстке уже случались. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алфёров.